Парк Келюш, Португалия. Лиссабон. Как не дремлющий часовой стоит в устье величественное Тахо башня Белем, построенная в 16 веке. Этот шедевр в стиле Мануэлина обозначает место, откуда уходили корабли и каравеллы великих мореплавателей. Башня открытий, законченная в 1960 году, построена в честь 500-летней годовщины смерти инфанта Дона Энрике, которого еще называют Генрих Мореплаватель, который является эмблемой португальских моряков, которые дали миру новый свет, а Португалии мировое господство. Генрих Мореплаватель Генрих Мореплаватель По ту сторону от навесного моста Лиссабон, столица начиная с 7 века, взбирается по своим холмам и еще живет, развернувшись в сторону океанов, жизнью наследованной от далеких предков, живших во время двух веков открытий и богатств, свидетелем которых является монастырь Гееронимитов, где захоронен Васко де Гамма. Из распада колонии наплыв в более чем 65 тысяч человек заставил расшириться границы города, которому день за днем приходится отламывать новый кусок земли от сельской местности. Гордый замок давних времен, владение Келюш, дает приют своим садам в месте слияния двух маленьких ручейков с рекой Жамор. Очень мало известно о том, что представляли собой эти места в средние века, но известно, что замок Келюш уже существовал в 15 веке и являлся владением одной из самых просвещенных личностей того времени. Исаака Абрамеля, лекарь и советника короля Альфонсо V Африканца, и также его казначея, о богатстве которого слагались легенды. Это был скорее охотничий домик, чем дворец. Иоанн II Великолепный, сын Альфонсо, завладел замком, и с этого времени его потомки стали отдавать его под временное владение различным благородным семьям, что продолжалось вплоть до 17 века, когда замок получил статус резиденции короля. И тем не менее, снаружи ничего не говорило, что это королевская резиденция, писала Лаура Жюно, одна из женщин генерала Наполеона, в своих воспоминаниях между 1808 и 1811 годами. Это скорее одинокое пристанище, уединенное и очень простое, а не дворец монарха. Повернутый внутрь самого себя, Килюш представляет собой последовательность дворцовых особнячков, которые отражают в себе и топографические особенности, и традиции своего времени. Отрицая логику причины следствия и прямую связь между наружным и внутренним, главные фасады повернуты внутрь к своим маленьким садикам. Огромные владения, такие, как они показаны на карте 1793 года, потеряли часть своего великолепия в течение 19 и 20 веков, и сегодня осталась только часть садов, которые обрамляют крылья дворца. Сад Пенсиль и Мальтийский сад, лесистый парк, лабиринт и особняк Рабельон, Большой канал. Килюш и его сады обрели известность при правлении Дона Педро, что сделало из них один из самых сложных и интересных архитектурных и пейзажных ансамблей 18 века в Португалии. Сразу бросается в глаза, что сад Пенсиль и Мальтийский сад сделаны на французский манер. В действительности можно считать, что работы большого масштаба начались в 1747 году под художественным руководством Матеуса Винсента де Оливьера, которого потом сменил французский архитектор Жан-Баптист Рабельон, который переделал эти сады согласно французскому вкусу и дал им тот облик, в котором они предстают и сейчас. Но это всего лишь смутное подобие того, что существовало раньше. Портико де Фама, портик богов, также называемый портиком лошадей, выходит в сад Пенсиль. Этот фонтан, фонтан Тритона, был построен между 1760 и 1807 годом перед бегством королевской семьи в Бразилию при завоевании Португалии войсками Наполеона и короля Испании. В 1754-1755 годах сотни видов деревьев, растений и садовых инструментов были привезены из Амстердама. Сверх этого, начиная с 1755 года, были три раза закуплены статуи, сделанные из свинца. Эти статуи были раскрашены в яркие цвета и покрыты золотом, что создавало впечатление богатства и экзотики, трудно воображаемое в наши дни. С течением времени большая их часть, так же, как и несчетное число мозаик из стекла, ракушек и кусочков фарфора, так же, как и некоторые деревянные домики, находившиеся ранее в этих садах, были перемещены неизвестно куда, потеряны и разрушены. Антонио Кальделио Пирес так описывал фонтан Тритона. В центре стоит обнаженная фигура, вся в золоте, которая представляет Тритона, и вокруг него статуи с ракушками во рту, из которых струится вода. Сад Пенсиль также называется навесным садом, так как он приподнят на чем-то вроде свай, чтобы создать ощущение большей поверхности, чем она занимает в действительности. Эти два сфинкса принадлежат лестнице львов. Они заставляют вспомнить миф о Минерве, богине мудрости, которая превратила в паука Араньея молодую ливийку, которая посмела бросить ей вызов. Пространство сада Пенсиль скомпоновано вокруг двух больших фонтанов. Возможно, существовал когда-то и третий фонтан в центре, но он волшебным образом испарился. Только озеро Нептуна сохранило те очертания, которые были намечены Рабельоном, сзади которого находится фасад церемоний, созданный Матеусом Винцентом. Ансамбль, который создает озеро Нептуна с окружающими его статуями, не менялся со времени своего создания. Субтитры создавал DimaTorzok Эта группа, названная Победа Эндемиана, датируется 1761 годом. Фонтан окружен четырьмя статуями, обозначающими четыре времени года. Этот красивый юноша, коронованный зернами пшеницы и держащий в левой руке ветку лианы, изображает лето. Что касается этой агрессивной пары, которая охраняет центральную дверь фасада церемоний, она сделана позже и не входит в ансамбль фонтана Нептуна. А вот весна, то немногое, что осталось от прежней конструкции. Эта кобра, обвивающая земной шар, приписывается скульптору Сильвестру де Фориа Лобо. Рядом с раскрашенными и позолоченными статуями можно найти 17 фарфоровых ваз с голубым рисунком четырех гримас, которые были сделаны в мастерскую Рото. Только некоторые из них огорожены изгородями из корок подстриженной берючины в виде геометрических фигур. Но влияние Робельона окончательно изменило самые важные элементы сада Пенсиль и Мальтийского сада. Он, например, перестал использовать керамику, и многоцветные статуи были заменены на мраморные, привезенные из Италии. Два маленьких фонтана датируются тем же периодом, что и фонтан Тритона. Обезьяны, купающиеся в водоемах, окруженные дельфинами, с собачьими головами могли бы быть пародией на спор между Францией и Османской империей, чьи послы получили унизительный прием у короля. Когда делегация именитых османцев прибыла в Париж, народная молва крестила их обезьянами. Явно политически некорректно. Рядом с садом Пенсиль расположен Мальтийский сад. По проекту Матеуса Висенте это должно было бы быть большое озеро. Рабельон его переделал в сад по случаю постройки тронного зала, и после его завершения в 1761 году сад почти не изменялся. Редактор субтитров А.Семкин Обилие фигурных скульптур Самшита было сделано еще под руководством Винсента. Так как искусство фигурной стрижки деревьев находилось в упадке в Европе в середине 18 века, без сомнения, именно вкус Вандер Колька, голландского садовника, нанятого двором, объясняет такое громадное количество скульптур из Самшита. Субтитры создавал DimaTorzok Большой центральный фонтан является частью изменений, который внес Рабельон. Он окружен аллегориями четырех видов искусства. Субтитры создавал DimaTorzok Музыка Архитектура И скульптура Сады Версаля, согласно плану Луи 16-го, должны были обходиться по заранее продуманному маршруту. Вдоль главной оси больших европейских дворцов были продолжены ряды дорожек, террасы, лестницы, цветники, что создавало ощущение порядка и величия. Красота была решающим фактором в противовес всем другим чувствам. По части организации пространства Келюш предлагает свою собственную модель, отличную от самодержавного и рационального пространства, предложенного французами. Эта модель более гуманная и доступная. В отличие от регулярных садов, таких как, например, в Версале, Келюш, особенно в 18-м веке, был разбит на ряд автономных пространств, которые создавались скорее с точки зрения удобства обитания в них, чем с точки зрения наблюдения за ними со стороны. Таким образом, две балюстрады защищают уединенность Мальтийского сада и его ограничивают, дабы создать автономное пространство. На юге балюстрады украшены шестью статуями детей и шестью вазами из мрамора. Со своим огромным количеством статуй, бюстов, ваз, растений, садовых инструментов, художников и архитекторов, приехавших из Европы. Келюш в середине 18-го века, казалось бы, должен бы стать шедевром архитектуры и пейзажа, признанным при всех европейских дворах того времени. Портик лошадей увенчан двумя конными статуями, являющими сопроизведениями скульпторов Манюэля Альве и Филиппа де Коста. Субтитры создавал DimaTorzok За водоемами портика лошадей раскинут лесистый парк, который создает совершенно иную атмосферу. Нижняя часть садов, расположенных напротив сада Пенсиль, ставила трудную проблему перед архитектором Матеусом Винсенте. Дело в том, что он не понимал, как разрешить проблему разницы в уровнях между этими садами и каким образом вписать туда дворец таким, каким он его задумал. Потеряв терпение и замедлительность работ, Дон Педро вызвал из Парижа Жана Баптиста Робельона, которому он доверил разрешить эту проблему. Робельон 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 Первый балкон находится на уровне подвесного сада. Другая терраса на среднем уровне продолжается немного дольше и переходит в пролеты лестниц, которые спускаются на уровень канала. Это величественная лестница Львов, подлинная декорация оперы 17 века. В 18 веке каждая часть сада приобрела свою особенную индивидуальность, сформировавшуюся на основе проводимых там развлечений и характеристик самого места. Большой канал Жамор, который когда-то был ручьем, служит доказательством своей полной автономности от Большого дворца и окружающего его пейзажа. Известно, что он появился раньше Робельона, сада Пенсиль и Мальтийского сада в их окончательном варианте. Длиной 115 метров большой канал – это один из самых интересных элементов в садах Келюжа. И, возможно, последний пример объекта, предназначенного для водной прогулки, который можно найти в садах Португалии, сделанный, согласно римской традиции, диамбулято, которое возникло в Португалии в 15 веке, со своими длинными изгородями и украшенным скамейками и вазами с цветами. Характерный элемент архитектуры и искусства ландшафта Португалии – Азю-Лэ-Жо, керамическая плитка, очень широко использована в Келюже. Для покрытия стен и создания орнаментов большого канала было заказано 55 тысяч квадратов плитки у мастера-керамиста Жану Антонио. 35 тысяч послужили оформлению стенок и дна, а 16 тысяч украсило наружные виды канала. В жестокой иерархии португальских садов это место играло общественную роль как место встреч и прогулок, противоположность другим местам, занятым под нужды принцесс и фрейлин. В центре канала, соединяясь с сушей лестницей, возвышалась конструкция из дерева, которая венчалась куполом. Это дом музыки, предназначенный для оркестра, который можно было слышать в дни праздников во дворце, или когда члены королевской семьи развлекались, катаясь на лодках. Отъезд королевской семьи в Бразилию ознаменовал конец существования Келюжа в качестве королевской резиденции. В течение 19 века дворец и сады были заброшены. Все здесь стало грустно, печально, пустынно. Сады стали источником материала для других дворцов, особняки превратились в руины или были разобраны на строительные материалы. Статуи, сначала изъеденные червями, потом исчезали вовсе, и территория ансамбля стала совершенно неузнаваемой. Келюж находится между двумя мирами. Хотя почти все было завезено из Европы, он отличается от традиций известных европейских садов 18 века, своей атмосферой уединенности и доверительности, больше подходящей для восточных дворов, где сам дом являлся закрытым обществом, повернутым внутрь самого себя, и где сады не имели что-либо, имевшее отношение к внешности. В заключении, как это сказал Жозе Августо Франца, Келюж — это как медаль без обратной стороны. И правда, он поворачивает главное здание внутрь в бушующие сады таким образом, что они похожи на мир Алисы в Стране Чудес, или на пещеру Али Бабы, когда, сказав волшебное слово, оказываешься в мире грез. И реэль.